Как известно, статистика знает все. Это крылатое выражение Ильфа и Петрова знакомо каждому. Встреча с журналистами началась с важного вопроса о совершенствовании организации статистического наблюдения за таким важным сектором экономики, как малое предпринимательство. Для нас это важно, потому что это такой сложный респондент, которого нужно найти, убедить, рассказать о себе. И не просто рассказать о себе, а ответить правдиво на наши вопросы. А мы уже должны, соответственно, включить во все наши показатели. И макроэкономические показатели, которые характеризуют макроэкономику на уровне Российской Федерации. И, естественно, учесть все это на уровне регионов, чтобы в РП мы тоже имели надежные цифры, связанные с развитием общеэкономической ситуации, включая малый бизнес. Во время проведения колоссальной работы по изучению малого бизнеса статистикам пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Изучение этого сегмента экономики проходило как с позиции работодателя, так и с позиции наемного работника, с целью выявления соблюдения норм трудового законодательства. Если в крупном бизнесе есть профсоюзы и в целом работу предприятия сложно скрыть, то в малом бизнесе дела обстоят иначе, ведь часть его находится в тени. Целый комплекс методов, как оценивать теневую экономику. Мы не идеализируем цифры, которые мы получили, потому что, естественно, много было отказов, много было незаполненных вопросников, много было вопросников неполностью заполненных. И мы применяли методы импутации и редактирования, скажем так, то есть корректировки на неответы, корректировки заведомо ложной информации, как это делают наши коллеги в других странах, тем самым, как бы тоже улучшая статистику, вот в смысле, да, то есть убирая тень. Говорили на пресс-конференции и о конкретных цифрах. Так, например, в промышленном производстве отмечается существенный спад на 6%. Ситуация в Брянской области такова, что сократился внутренний спрос на продукцию машиностроения. В частности, вагонные грузовые, магистральные, железная дорога, автокраны, сельскохозяйственная техника. Однако рост объема производства сельхозпродукции является прочным фундаментом работы предприятий по производству пищевых продуктов. Возьмите пищевую отрасль, она из года в год у нас наращивает темпы. И этот год, несмотря на то, что существенное падение достаточно, все-таки пищевка сработала плюс 2,7%. У нас хорошо динамично работает жилищная отрасль. Поэтому и эта отрасль, производители стройматериалов, они тоже с высокой динамикой отработали. Весомым плюсом в развитии экономики региона является и устойчивый рост реальных доходов, зарплат, пенсий. Так, среднемесячная заработная плата в целом по экономике выросла более чем на 15% и составила 17 024 рубля. Кристина Перцхилова, Ярослав Кулаков, События, Брянск.